Здравствуйте. Мой текст «Театр как территория миротворчества», но мы в итоге моего доклада дойдем до некой формы видоизменения этого доклада. Он очень конкретный, он на театральных примерах. Эти примеры, тема вообще разработана на примере работ российских режиссеров, показанных на иностранных фестивальных площадках, и на примере спектаклей иностранных режиссеров, представленных на московских фестивалях. Вот если вы немножко пройдете вниз, и увидите такой текст, который называется «Дополненная реальность», чуть еще вниз. Это просто такой сайт, в котором я... Вот, «Дополненная реальность». Если открыть картинку, то чуть-чуть вниз, ниже, ниже, еще после шешек, еще ниже. Вот, «Дополненная реальность», то, по крайней мере, на ваших глазах будет хоть одна из картинок и спектаклей, о которых я буду комментировать. Но вообще этот сайт post.scriptum.ru – это примерно там опубликованные мои взгляды на некоторые актуальные спектакли по теме, и не только по этой теме. Что сегодня главное для театра как живого и с особой силой воздействующего искусства? Рассматривали ли театр вопросы, что такое вера? Может ли вера подвигнуть на преступления? Может ли человек верой в ярости осудить и наховость, и стать фундаменталистом? Как современный театр раскрывает Чехова, обновляя свою природу, пересмысляя его тексты в новом времени? Вообще, как читать Чехова в 21 веке? Как живут его персонажи в мире катастроф и поражений, невинных жертв и страдальцев? Каждый режиссер, будь это русский, болгарский или вообще мировой, добавляет нечто новое, открывая и развивая чеховские образы, смыслы и значения. И сегодня практически невозможно сделать реконструкцию текста и читать чеховские тексты свежими глазами. Нечто более. Вот здесь на ваших глазах именно картина из спектакля Дмитрия Крымова. Режиссеры, как Крымов, которые по несколько раз обращаются к трём сестрам, подходят к этому тексту с разных сторон, ничем не соприкасающихся. Но, тем не менее, надстраивая их, а другие режиссеры, как Тимофей Кулябин, очень молодой и очень востребованный не только русским театром, а европейским театром режиссер, даже когда отказываются от возможности произносить чеховский текст и сводят его к титрам, открывают его конкретику и простоту. И ассоциативное поле актеров и зрителей учитывает прежнюю традицию. Спектакли по трём сестрам в новом времени возникают на концептуально-игровом стыке, даже когда не обязательно иметь оптимальный актерский состав. Даже тогда, если есть художественные идеи, высказывания, является очень обоснованным для современных режиссеров обратиться к Чехову. Если вы сейчас посмотрите чеховскую афишу Москвы, вы увидите пять или семь только за последние полтора-два сезона новой версии трёх сестёр. Но я остановлюсь на два чеховских спектакля. Первый на картинке «Квадратный корень из трёх сестёр». Так называется спектакль, созданный Крымовым в Ельском университете, куда он был приглашён для передачи своего метода «Театр художника» и для постановки спектакля со студентами из театрального департмента фестиваля «Арт Сент-Айдиэс». Сцены и зрители находятся в общем пространстве. Актёры обмениваются шутками, пока покрывают весь пол развернутыми картонными коробками и наклеивают их на землю при помощи скотча. На эту картонную основу крепятся другие картонные коробки различного размера, условно обозначающих дом, озеро, город, который мог бы быть назван город Чехов. Это своего рода зона, не подвластная традиционным временными пространственным законам. Там история не имеет причины следственных связей. Актёры находятся в постоянном движении, они продолжают создавать пространство, почти как в клоунаде, с помощью лестниц подключают зрителей к игре. И таким образом возникает железнодорожный перрон. Вообще в современном театре зритель очень активный персонаж. Его могут активно подключать, я могу вообще с вами заговорить, могут даже не говоря подключать вас в действие, Это просто предполагается в современном театре, что нету такой, не только нет разделения между сценой и зрителем, а есть очень активное сопереживание, совключение. Актёры надевают белые футболки, их спины превращаются в экраны, на которых показывают документальные кадры времён Чехова. Формальная игра со средствами массовой информации несёт неформальное послание. Футболки сняты, актёры одевают двойные шинели с неснятыми бирками гардеробной. Перед публикой появляется военная бригада, являющаяся настолько же конкретным, насколько и собирательным образом людей, чья жизнь проходит в паузах между битвами и страданиями. Импровизации следуют одна за другой, развивая и опровергая себя. Тузенбах и Солёный сидят спиной друг к другу, говорят от любви к Ирине. В версии Крымова Солёный предстаёт перед нами поэтом, который создаёт любовный мир, а Тузенбах только кивает головой и повторяет чужие слова. Солёный похож больше на Сирено Деборжерака. Это, однако, не отменяет факт, что его руки пахнут трупом. Сейчас «Моя очередь» включит один из актёров и начинается очередной круг словесной импровизации. Эта история Маши Вершинина, построенная на импровизационным принципах, начинается по диагонали большого стола, который воспринимается как игровая площадка. По столу неожиданно и магически подкатывается радиоуправляемый чайник. Вообще технологии исполняют очень существенную функцию и всё больше нарастающую в современном театре. И это воспринимается как нежная любовная ласка. Это волшебство, подвластное только им двоим. Следует импровизация на тему любви. Она представлена в виде учебного урока. Ольга преподает иностранный язык при помощи предложения «Я не нуждаюсь в любви». Невозможная любовь обыгрывается Ольгой в различных вариантах. Для неё это трагедия, из которой нет никакого выхода. Авторитарный голос сверху вмешивается в действие, меняет его ход. Вообще, как подключается политика в современных спектаклях, это достаточно интересная и расширяющая мою тему тема. Авторитарный голос вмешивается, а в финале даже меняет актрисы. И в роли Ольги и Маши выступают другие актрисы. Только Ирина сопротивляется. Голос оставляет её без изменений до конца. И когда наступает момент финала, и три сёстры встают рядом, Ирина не хочет, не желает встать рядом со своими подменёнными сёстрами, с их фальшивыми улыбками. В метазоне спектакля линии расплывчатые, а смысл возникает в результате очередного вращения круга. Вальс номер два Шостаковича меняется вальсом Энтони Хопкинса. И как в ритме вальса, на раз, два, три, всё идёт так, как шло, оно так и будет идти. Истинная реальность будет заменяться фикцией, любовь, имитацией, а свобода видимостью. Вальсы звучат через Ютуб, и все терпеливо ждут, пока очередной персонаж продиктует длинный адрес HTTPS. Прошло настигает людей, они не могут от него отделиться, а технологии, согласно новым данным науке о мозге, не только не укрепляют их естественное желание быть счастливыми, а уничтожают способность человека увидеть данную ситуацию глазами другого. Исчезает эмпатия. Это ваша судьба. Ваша судьба повторяет голос сверху. А люди бегут, суетятся, делают опыт танцевать в такт, и бегают всё быстрее и быстрее. И только в течение очень мгновенного и короткого затишия улавливается, насколько жестокий нелепсценический образ Чехова XXI века в мире катастроф и поражений, жертв и страдальцев, и где-то между вокзалами и перронами, между пребывающими и оттяжающими проникает человек с зеркалом в руке. И в нижнем конце этого зеркала мы видим трёх сестёр, нашедших себя, но не в этом мире, а только в мире зазеркалья. Есть ещё один спектакль «Три сестры», которые буквально не возвращаются в Россию. Вы, наверное, слушали этот спектакль Кулябина. Тексты Чехова идёт только на субтитрах. А всё остальное сделано артистами в театре с жестомимическим языком. Артисты долго, в течение двух лет изучали этот жестомимический язык. И это был один из самых радикальных экспериментов современного театра «Напоследок», который сделан в театре «Красный факел». И он… значит, в этом спектакле персонажи говорят при помощи мимики и жеста. Они лишены слов, и это даёт место другой форме выразительности, очень эмоциональной и в то же время конкретной и интимной, так как вслух не произносится ни слова любви, ни замечания о неправильно подобранном цвете пояса Наташи. Актёр владеет языком жестов и мимики, но далеко не это умение двигать руками придало силу спектаклю, а восприятие текста через глубокое проникновение в образы. Безмолвие наполняет отношения смыслом, тишина смешивается с шумом шагов и ходом часов, но он отчитывает не обычное время, а внутреннее состояние персонажей. Завтрак добавляет в звуковой партитуре шум столовых приборов, и не признося ни одного из слов, превращенных мёртвым театром в цитаты, возникает такая непосредственность в отношениях, что Андрей, как мальчик, увлечённый всем происходящим, и вряд ли ему пришло в голову сделать предложение Наташи, если бы она не убежала завтра. Светлое игровое пространство во втором действии становится зоной, в котором принудительное одновременное проживание различных людей заряжено конфликтами и несовместимостью, как в физике, когда различный потенциал порождает напряжение. Настроение праздника только зародившегося угасает, реженных минут ждутся, оставшиеся сама Ирина спрячутся в гардероб, чтобы избежать агрессию солёного. Но счастливых соперников у меня не должно быть. Колокол бьёт, пьяный Чебутыкин стучит по стенам, скандал между Ольгой и Натальей из-за Анфисы, она в этом спектакле не 80-летняя старуха, а молодая служанка, забеременевшая от кого-то случайного. Очень бурный, прерываемый лишь кашлем, вызванным смогом, город надрыт смогом. И в этот момент Андрей выясняет отношения с сёстрами, свет отключает. Самое парадоксальное, в этом спектакле выключен говор, и как дополнительное напряжение выключений свет. Это препятствие извне, ведущее ко внутренним опять открытиям Тимофея Кулябина. В темноте брат Андрей будто бы ведёт допрос, направив на сестёр фонарик своего айфона. В этом спектакле есть и айфоны, и айпады, но технологический прогресс не приводит к прогрессу в человеческих отношениях. И в финале, в четвёртом действии, не осталось и следов от уютного дома. Мебель в глубине комнаты, закрыта плёнка перед ремонтом. Все готовы к отъезду. Чебутыкин сидит на одном из стульев, как свинск, понимающий всю тленность жизненных вещей. Его болтовня зловеще отдаётся эхом в опустевшем пространстве, и остаётся только дождаться марша, под который военные покидают город. Женщины тяжело страдают, но не побеждены. С маханием рук, жестикуляцией безмолвной, они превращаются в безмолвные птицы, забывшие, что они могут летать. Летать помогает поэзия. Это раскрыто многими спектаклями. Вообще, возвращение к поэтическому театру – одна из доминан современного полдраматического театра. Я сейчас остановлюсь на два спектакля, которые были представлены на фестивале «Новый европейский театр», который в этом году отмечает своё 20-летие. Два из спектаклей прошлого сезона, и один, которым я закончу своё выступление, буквально состоялся вчера. Первый спектакль – это «Наизусть». Очень рискованный эксперимент, в котором иностранный режиссёр пытается русскую аудиторию при очень активном её подключении научить в течение спектакля читать русский перевод сонета Шекспира. Проект «Наизусть» задуман так, что 10 случайно выбранных зрителей должны выучить русский перевод 30-го сонета Шекспира в роли учителя Тиаго Рудригес, актёр, драматург, режиссёр, художественный руководитель Национального драматического театра «Королева Мария» в Лиссабоне. Человек готовый к театральным испытаниям всех видов и жанров. Спектакль поставлен без декораций и художественного освещения, просто как мы в этом зале. Несколько книг, разбросанных на полу, каждая из которых является частью истории, которую Рудригес рассказывает в перерывах между заучиванием сонета наизусть. Эти истории очень личные, на первый взгляд. Чисто семейные воспоминания об отце, о бабушке, которая в возрасте 92-х лет начинает терять зрение и просит внука выбрать книгу для заучивания наизусть, чтобы она потом её себе, её читала в уме. Но конкретные истории перерастают в общий нарратив. Чтение и запоминание становятся актом сохранения, защитой текста от забвения через другой уровень клеточной памяти, которая будет активирована в момент кризиса у человека. Важен принцип этой связки, как слова создают сеть, которую человеку наследовал от семьи, из прочитанных книг, и эта сеть является основой понимания мира. Родригес Цитурет, американского писателя и клиника Джорджа Штайнера, говоря, что если 10 человек запомнят стихотворение своим сердцем, не страшно никакое дестапо, никакое ЦРУ или КГБ, они ничего не смогут сделать, потому что люди эти выживут сквозь эту поэму. Среди спектаклей наизусть была история Рея Брэдбери, который появился не только как автор «451 градуса по Фаренгейту», но как и сочинитель, как человек, который был влюблён в радиопередачу в своём детстве, которая транслировалась по будням, и когда её не было в субботу и воскресенье, мальчик садился и сам писал сценарий, как бы не существующий радиопередачи, и это были первые его тексты. Родригес к этим историям возвращался, вовлекал в них русскую аудиторию, и потихоньку все мы выучивали, не только эти 10 человек в зале, а все мы научили, действительно, это сонет в переводе «Пастернак», сонет Шекспира. Родригес — харизматический человек, он создал атмосферу близости, и это изменило всех, кто имел возможность наблюдать за его выступлением. Зритель следу Родригесу начал верить, что главное в театре сегодня оставаться территорией свободы, миротворчеству и внутренних перемен. Тоже таким обращенным к зрителю очень активно был еще один спектакль, показан на фестивале «Новый европейский театр», назывался «Пропаганда Мартина Лютера». Это в нем участвовал актер Мальта Шольца и режиссер Борис Никитин, швейцарская продукция, которая буквально, когда входишь в зал, видишь обычно одетого человека, но рядом с ним были певцы из школы драматического искусства. И, сделав несколько шагов вперед, этот человек начал произносить буквально речь, как я сейчас буквально перед вами, об атеизме, о вере, об интерпретации фактов, которые трудно расчленить и интерпретировать. Основой монолога была библейская история о Фоме неверующем. После воскресения Господь явился, как вы знаете, всем апостолам без Фомы. Апостолы сказали Фоме, что они видели Господа, и он сказал, что он не поверит, пока не увидит на руках его ран от гвоздей и не вложит перста своего в раны от гвоздей, и не вложит руки своей в ребра его. Через несколько дней Иисус пришел к ученикам, обратился к Фоме, дай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою, вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Этот библейский эпизод стал основой спектакля, который спросил, что такое вера. «Может ли человек веры в ярости осудить инаковость?» Хор Школы драматического искусства работал как хор в античном театре, он отвечал актеру на все эти вопросы, с нарастающим внутренним напряжением, шел с пафосно, проповедовал право свободы, принятие решения, а хор исполнял этот хит «За Роджек», «Катись отсюда, Джек». На пересечении богословского текста и атеистической проповедью, вплетенные в музыку, монолог начинал звучать как призыв к каждому понять, как он живет, что для него важно, подумать о религии, терроре, а также о том, что значит быть гражданином сегодня. Монолог «Пропаганда Мартина Лютера» это работа Никитина. Он родился в Базилии, позиционирует себя как европейский режиссер, но в России были открыты его русские корни. В современном театре далеко не легко выявить корни в узком и широком смысле слова. Еще труднее на новом витке синкретизма и глобальной сети писать о сугубо национальном, особо когда идет речь о мастеров мирового уровня, когда технологии преодолевают локальность сценических искусств, и слова часто не являются доминирующим, а только одним из элементов сценического языка. Нам предстоит заниматься всеми этими вопросами, искать конкретные ответы, открывать театр как универсальную зону миротворчества, предупреждений и перемен. Я так сегодня утром поменяла тему доклада. После вчерашнего спектакля Кристофа Марталлера, знаменитого швейцарского режиссера в Театре нации. Спектакль называется «Мы берем это на себе» «Шауншпильхаус Сюрих». Этот спектакль, когда-то давно Марталлер был уличным музыкантом, но его актеры не симулируют, что пришли с улицы, хотя хорошо знают проблемы человеческой улицы. Для них музыка основная составляющая. Это артисты, которые поют, играют на фортепиано, танцуют на полной скорости в ракете, которая носится в космической тартарары. И в какой-то момент начинается, эта гибель надвигается на них, потому что это как бы совокупность людей греха. И начинает звучать Вагнер, если вы помните, «Хэда, хэда, хэду» из цикла Нибелунгов. Да, мы носимся к этому концу, в котором нас, может быть, людей на земле не останутся, появятся опять какие-то странные большущие существа, если мы не будем вникать предупреждением, которое делает театр этих больших режиссеров на разных площадках мира. И если мы через искусство не перейдем через эту территорию очищения. Спасибо. Может быть, вопросы еще какие-то? Пожалуйста. Что вы можете сказать о постановках болгарских авторов на российской сцене? Спасибо за вопрос. Я сосредоточусь только на московском сцене, потому что я отвечу в двух направлениях. Болгарского драматурга, как такового, большого, крупного, который поставлен на московской сцене, это в электротеатре. Там поставлена пьеса такого замечательного писателя, Христа Бойчева. И пьеса называется «Полковник птица». Это достаточно интересный современный текст, который тоже занимается на почве пересечения достаточно смышленных и гротесковых характеров. И он занимается именно картиной мира. И поставлена российским режиссером Романом Дроботом. И уже идет несколько сезонов в этом театре. Но я бы сказала, что болгарская линия существует в московской афише и режиссерами. У нас есть три театра достаточно замечательных, в которых премьеры болгарских режиссеров. в Театре Нации три спектакля. Явра Гырдова, в Театре Цитера Александра Морфова. И буквально на следующей неделе, 20 декабря, в Театре Луны выйдет премьера Роман Джульетты, болгарской режиссерши Лилия Баджиевой. Она ее уже там вставила несколько лет назад. Это другая версия сейчас будет. Я надеюсь, что это будет достаточно опять экстравагантно в ее духе. Да, так все в годе было. В годе. Да. В общем-то, если вам любопытно, я могу, кому это интересно, у нас вышла недавно книга «Современная болгарская драматургия». Там 11 пьес. Я с удовольствием подарю Есикуму. Вот это любопытно. Спасибо. А скажите, пожалуйста, вот сейчас, насколько я знаю, пьесы Иордана Радичкова не идут. Спасибо тоже еще за вопрос, потому что в следующем году, в 2019 году, 80-летие Иордана Радичкова. У нас очень широкая аудитория. Я не уверена, что все знают, кто этот человек. Но это гениальный писатель. Я расширю его географию. Из Болгарии. Не только в Болгарии его рассказы, повесть Сидоров и пьесы были поставлены в 80-х, в конце годах. В Московском художественном театре была поставлена его попытка под полетами. Впрочем, если говорить о словистике, в переводе гениальный, замечательный Шиняки Гленн, переводчика и в свое время секретаря Ана Ахматовой. В школе-студии МХАТ была поставлена его пьеса Романом Козаком «Январь». И сейчас такая задумка может быть, мы подключились к нами представить документы и фотографии совместно с Музеем Московского художественного театра по его пьесам, которые были осуществлены в России. И еще мы бы хотели показать некоторые из его фильмов, которые поставлены на сценариях в версии. Ну, в общем-то, вы знаете, что очень часто в кино, ну, допустим, попытка полета была сделана, вариант, она переделана в сценарий и были сделаны и фильмы. Если кто-то интересуется, я дам свои координаты и мы в следующем году это тоже покажем в киноверсиях. Еще был спектакль в театре Пушкина. Я уже забыл, как он называется. Там, мне кажется, волки загрязали. Ян Варь, Ян Варь, гениальный текст. Да, гениальный. Это такой магический реализм и не случайный. Я сказала про болгарскую, про русскую историю этого замечательного писателя, но еще допомню только два нюанса, не буду злоупотреблять внимание. Та же попытка полета в Ельском театре, о котором я уже рассказывала, что Крыма вставил, было представлено Младеном Кисенловым, Ельский репертуарный театр. Если вообще говорить об американском театре, то его репертуарность выражается прежде всего в театрах, которые при университетах. И еще есть очень гениальные истории, наверное, можно тоже с Центром славянским культурам это разработать. Есть такая линия Дмитрия Гачева с Ерданом Радичкова. Где-то, сейчас давайте, я вам не совру, но допустим, в 60-х годах, конец допустим, приезжает Радичков. И он был чуть ли не первым иностранцем, которому было дозволено ехать по Сибири, представьте себе. И его сопровождал Гачев. И это было абсолютно, как ни странно, для тех времен, без программы, без плана, без предрассудков. Поездка, и у нас есть документальные кадры, связанные с этой поездкой, есть феноменальные эссе написанные, к сожалению, еще не переведенные, но оно раскрывает очень много, не только, очень много, что не было выражено, даже, по-моему, русскими писателями. Не случайно потом шведы, очень любившие Радичкова, пригласили уже его специально, не только погулять по Швеции, а написать эссе о шведах. Да, спасибо большое. Спасибо.